Друзья мои, всем привет! Рада, что вы заглянули сегодня на мой канал. Сегодня у меня будет такое важное видео, важное оно для меня. Я надеюсь, что оно понравится и вам. Я хочу вам рассказать сегодня о своем помощнике, о лунном календаре. Я пользуюсь им более 30 лет и хочу показать вам, как я это делаю, для того, чтобы ваша жизнь улучшилась. Если даже вы никогда не слышали ничего о лунном календаре или слышали что-нибудь, и игнорировали эту информацию, я вас прошу, не переключайтесь. Мое видео достаточно короткое, оно длится до 15 минут. Вы не потратите много времени, слушая меня, но, может быть, для кого-то мое это видео станет прямой тропинкой к улучшению жизни. Лунный календарь очень улучшает мою жизнь. Он ее организует. Очень много лет назад я прочла лунный календарь в журнале «Работница» и с тех пор пользуюсь им постоянно. По знаку зодиака «Я дева», но известно, что для девы самое главное в жизни – это порядок. Порядок должен быть везде – и в голове, и в кастрюлях, и в шкафах, и в жизни. Это основное качество дев. Но для чего нужно вообще пользоваться лунным календарем? Почему эта информация так нужна человеку? Почему издавна, миллионы лет назад, люди уже использовали лунный календарь и соизмеряли свою жизнь с Луной? Как известно, на 80% человек состоит из воды. Луна управляет всей водной гладью на Земле. Вот, заметьте, мы приезжаем на море, и мы замечаем, что есть там приливы и отливы. Приливы и отливы регулируются Луной. Точно так же, как кровь приливает к органам человека, и точно так же, как она отступает от органов, это тоже зависит от Луны. В отличие от солнечного календаря, где 30 и 31 день каждый месяц, то Луны цикл состоит из 28 дней. Поэтому женщины в особенности подвержены влиянию Луны на Земле, и поэтому им особенно нужно знать, как жить по Луне. Значит, известно, что в лунном календаре есть 4 стихии. К одной стихии относятся знаки Земли, к другой – знаки воздуха, к третьей – знаки воды, к четвертой – знаки огня. Значит, ну вот, к примеру, к знакам Земли относятся Дева, Козерог и Телец. Это люди, которые любят обстоятельность, рассудительность, крепко стоят на Земле. Если у вас есть сотрудники Девы, Козероги и Тельцы, то вы можете быть уверены, что всю работу они сделают отлично. Если вы выходите замуж за Тельца, то вы не можете не сомневаться в том, что в доме у вас будет хозяин, который будет распоряжаться вашей жизнью, и вы будете за ним, как за каменной стеной. У каждого знака есть своя какая-то характерная черта, характерная особенность. Если вы будете знать свою характерную особенность, вы будете понимать, почему вы живете так или иначе. Вот, например, если мы возьмем Скорпиона, то у Скорпионов самая главная особенность – это раздражительность. Их многое чего в жизни раздражает. Поэтому можно поведение Скорпионов соотносить с этой чертой и правильно управлять этим знаком, или наоборот, сам знак может правильно управлять сам собой и своим поведением. Если говорить, к примеру, о знаке весов, то какая у них характерная особенность? Весы все время балансируют между одной крайностью и другой крайностью. В высокой версии весы умело балансируют между плохим и хорошим, а в низкой версии они неумело балансируют с плохим и хорошим, а впадают в крайности. То у них скандалы, то они, наоборот, мирятся и дружат. Характерной особенностью весов является то, что они очень любят все красивое. Значит, они одухотворенные – это такой знак. Они любят театры, развлечения, какие-то эстетические наслаждения. У них обычно хороший вкус. Причем мужчины весы и женщины весы – это знаки, которые имеют существенные отличия. Если мужчины лучше балансируют между крайностями, то женщины часто впадают в истерику, бывают скандальными. Или наоборот, бывают очень лояльными, приятными людьми. Значит, если говорить о львах, например, то львы любят царить. Если вы выходите замуж за льва, то вы должны понимать, что царство в семье вы не будете, или у вас будут скандалы. Лев всегда будет находиться сверху или искать положение сверху. Он будет всегда командовать вами. И вы должны ему либо подчиниться, либо вы будете с ним разводиться. Но о каждом знаке можно много говорить. Мое видео не посвящено тому, чтобы рассказать вам все за какие-то 15 минут. Цель моего видео заключается в том, чтобы вы заинтересовались этим вопросом, и это помогло вам жить. Обязательно нужно знать декаду, в которой вы родились. Значит, каждый цикл лунного календаря имеет три декады. Например, я родилась в знаке Девы. Значит, знак Девы с 24 августа по 23 сентября. Значит, деление будет происходить так в моем знаке. С 24 августа по 3 сентября будет первая декада. С 3 по 13 сентября будет вторая декада. И с 13 по 23 будет третья декада. Значит, для чего нам нужно знать декаду, в которой мы родились? Люди, которые рождаются в первой декаде своего знака, это люди, которые наследуют черты предыдущего знака. Например, предыдущий знак к Деве был Львы. Значит, Дева, которая родилась в первой декаде, она будет наследовать характерные черты Льва в той или иной степени. Любой любит царить, значит, эта Дева тоже будет любить царить, командовать, настаивать на своем. Если Девы, которые родились во второй декаде, это типичные Девы. Вот, например, я родилась во второй декаде. Когда я читаю на себя гороскоп, то, вы знаете, все просто до одного слова относится ко мне. Вот все, что там написано, я со всем согласна. Я типичная Дева. Те люди, которые родились в третьей декаде, они наследуют черты следующего знака. Следующий знак – это весы. Вот, к примеру, мой муж родился в третьей декаде знака Девы. Он хорошо водит машину. А для мужчин, которые родились в весах, очень характерно то, что они прекрасные водители. Вот для этого мы должны знать свою декаду, для того, чтобы мы понимали, почему в нашем характере преобладают черты, например, Льва или черты знака весов. Для того, чтобы лучше и умели пользоваться ими. И люди, которые окружают нас, зная это, могли бы тоже воздействовать на нас правильно. То есть, если вы понимаете, что ваш муж родился в первой декаде Девы, то он захочет командовать семье, и нужно с этим либо соглашаться, либо не доводить до скандалов. Обязательно нужно каждому человеку знать свой асцендент. Что такое асцендент? Это своеобразное положение планет на небосводе в тот момент, когда мы рождаемся. Узнать асцендент можно в интернете. Наберите в гугле, значит, узнать свой асцендент. Там для знака Девы, Рыбы и так далее. Вы его узнаете, там есть таблицы. Значит, я посмотрела, что в каждый момент рождения знаки расположены на небосводе в определенном порядке. Так вот, модный пример асцендент тоже находится в Деве. То есть, это еще раз подтверждает то, что я типичная Дева, и все, что пишется в гороскопах, в прогнозах на меня, это все просто как нельзя лучше для меня подходит. Если ваш асцендент, например, вы родили в Деве, асцендент у вас в Рыбах, то на вас будет влиять знак Рыб. Вот бывает же такое, что вот я говорю со своей знакомой, она мне говорит, ты знаешь, я отслушаю тебя про Деву, у меня муж Дева, но он совершенно не такой, как ты рассказываешь. Но он не обязательно, он может опоздать и так далее. А вот, например, моя соседка мне рассказывала, что у нее дочка Дева, она страшная неряха, это вообще для Девы не характерно. Значит, это люди, которые родились с асцендентом в другом знаке, и этот знак может влиять на них больше, чем их собственный. Для этого мы обязательно должны это знать. Значит, как я пользуюсь лунным календарем? Я знаю, что в лунном календаре есть дни, в которые я должна, могу начинать какие-то дела, к примеру, делать операцию, лечить зубы, покупать машину, закладывать фундамент дома и так далее, рубить дрова или разжигать печку. Для этого всего есть свои определенные дни. К примеру, в знаках воды лучше всего проводить уборку. Ну, какая это уборка? Ну, если я хочу просто помыть посуду, это мне не нужно знать, в каком знаке луна. Но если я хочу сделать генеральную уборку, например, помыть окна, генерально вымыть полы с порошком, помыть стены, то лучше всего уборка будет спориться, если луна находится в знаках воды. К примеру, люди, которые не хотят поправляться, могу вам дать такую информацию. Если вы будете кушать мучное в знаке, когда луна находится в раке, в рыбах или в скорпионе, вы не будете поправляться. Еще для чего нужно знать лунный календарь? Если вы хотите купить квартиру, жить недолго и счастливо, если вы хотите купить машину и ездить на ней без аварий, если вы хотите купить шубу, чтобы она носилась тысячу лет, как мой зонтик, который я ношу с девятого класса, то нужно покупать вещи, когда луна в тельце. Если вы купите вещи, когда луна в раке, эта вещь не будет носиться. Вот бывает же такое, вы купили что-то, о чем долго мечтали, пришли, померили его, потом повесили в шкаф и больше эту вещь не надеваете. Почему так? Может быть потому, что вы купили ее, когда луна была в знаке воды, рыбы или раки, лучше вещи не покупать. А вот если вы хотите купить шубу, купите ее, когда в ольве луна. Шуба будет не просто носиться, она будет богато смотреться, вы будете одевать, и люди будут вами любоваться. Точно так же в ольве покупают золотые украшения, и они носятся долго, счастливо, никто их не украдет, и вы их не потеряете. В лунном календаре есть дни, в которые лучше ничего не начинать. Почему не нужно ничего начинать? Потому что эти дни считаются сатанинскими. Есть такой еще 15-й день лунного календаря, в который тоже ничего нельзя начинать. Когда же начинать? Значит, очень хороший день считается 10-й лунный день. Это день для закладки фундамента. То ли фундамента дома, то ли вы покупаете или организуете свою фирму, это тоже ваш фундамент, то ли вы покупаете машину, это тоже ваш фундамент. Какое-то серьезное большое дело лучше всего начинать в Тельце. Кроме того, все дела начинаются на растущую луну. Лунный календарь имеет 4 фазы. Первая фаза – это новолуние. Это первые 7 дней после того, как луна начала расти на небе. Значит, в это время дела планируются, но не начинаются. Первая четверть – с 7 по 14 день – это дни, когда дела уже можно начинать и лучше всего начинать. Например, раскрывать новое предприятие, покупать какую-то дорогую вещь и так далее. Или вы хотите отложить деньги на депозит, он будет у вас расти, если вы положите деньги именно во вторую декаду. Все дела, которые должны расти, они делаются до полнолуния. От новой луны до полной луны. В дни полнолуния и в дни новолуния ничего не стоит начинать, потому что в эти дни луны нет на небе. И не стоит в эти дни начинать серьезные дела. Значит, в третьей декаде хорошо начинать делать ремонт, строить какое-то помещение, покупать мебель и так далее. Но в четвертой декаде нужно завершать дела. Тогда у вас все будет идти как положено. Если вы хотите женить своего ребенка или выдать его замуж, то для этого есть шикарный день в лунном календаре. Это 16-й день или 17-й день. Назначайте свадьбу на эти дни. Значит, если вы хотите поехать в путешествие, то для этого прекрасный день, 21-й лунный день. Если вы вылетаете, выезжаете в 21-й лунный день, это гарантирует вам звезды на небе, что вы проведете отличный отпуск. Что если у вас там какой-то непорядок, вы сомневаетесь что-то с документами, с визами, с поклажей вашей, все пройдет как нельзя лучшим образом, если вы будете улетать 21-й лунный день. Теперь очень важная информация, то, что касается операций. Значит, если вы делаете операцию на растущую луну, то кровь приливает к органам человека, точно так же, как на море прибой. Вот, и органы омываются кровью, и хирург не может добраться до этого органа. Орган заливается кровью, поэтому он плохо его видит, и операция не проходит успешно. Особенно плохо проводить операцию в полнолуние, тогда пик всего этого происходит. Операция будет тяжелая, неудачная. Лучше всего делать операцию в третьей декаде. Это от полнолуния в следующие 7 дней. Отличный день для этого 20-й, 24-й. Выбирайте так, чтобы был вторник и четверг. Это дни, когда организм хорошо борется с проблемами. Если вы будете делать операцию в нужный день, то есть на убывающую луну в нужный день, то вы можете не сомневаться в том, что выздоровление пройдет очень быстро. Человека переведут из реанимации буквально через пару дней. Он сразу встанет на ноги, раны будут хорошо заживать. Но если вы, например, хотите делать имплант, вставлять себе зубы, то учите, что зубы удавляются всегда на убывающую луну. Оставить имплант нужно на растущую луну. Иначе будут проблемы. Зуб не будет приживаться. Поэтому очень важно угадать время. Не угадать, а подгадать такое время. Назначить установку импланта именно на то время, когда зуб будет устанавливаться вам. Тогда он будет быстро приживаться. Я знаю человека, который себе делал имплант ногу в общую луну, и зуб очень долго болел, не приживался и была с этим проблема. Есть такие дни и такие часы на небосводе, когда луна находится без курса. Это время очень неудачное для любого начинания. Поэтому прежде, чем начать какое-то дело, я обязательно читаю, смотрю лунный календарь. И я обязательно смотрю, есть ли луна без курса на небе. Для того, чтобы воспользоваться лунным календарем и применить те знания, которые я вам сейчас дала, вы можете в гугле, в поисковой строке набрать лунный календарь, и вам выскочит море сайтов. Выбирайте любое. Сейчас я вам покажу, как я пользуюсь лунным календарем и как я обязательно смотрю луну без курса. Вот я набираю в поисковой строке лунный календарь на декабрь 2020 года. Вот разные сайты. Первый мир космоса. Вот лунный календарь на декабрь. Видите, фаза луна третья, новая, первая четверть, полная луна. Вот здесь зелененьким обозначены дни, очень благоприятные для начинания любых дел. Вот кроме того, что я вам сказала, можно здесь еще смотреть. Видите, сегодня, к примеру, у нас 11 декабря. 11 декабря сегодня нейтральный день. 25-26 лунный день – это дни, которые завершают лунный цикл, и лучше в эти дни ничего не начинать, а все завершать. К примеру, отдавать долги. Вот луна в скорпионе. Значит, луна в скорпионе – это хорошо печь. Выпечка получится отличная. Вы ее поедите, но вы не поправитесь. Так, теперь я набираю луна без курса. Луна без курса. Здесь мне нравится астросфера. Видите, луна без курса 2020. Я ищу свой месяц. Ну вот у нас 11 декабря. Видите, луна без курса находится с 3 часов 56 минут до 4 часов 59 минут. То есть на нас это никак не влияет. Мы не будем начинать с 4 часа утра никакое дело. А вот с 4-5 часов утра можно уже начинать любые дела. Луна будет уже иметь какой-то курс, и наши дела будут развиваться. Еще интересное вам покажу. Это календарь стрижек. Очень важно пострижься в нужный день, потому что если вы пострижетесь в неблагоприятный день, то ваши дела могут застопориться. Значит, я нажимаю календарь стрижек на декабрь 20-го. Ну и вот смотрю, вот мир космоса, календарь стрижек. Вы можете смотреть на любой другой сайт. Значит, сегодня у нас 11 декабря. Луна в Скорпионе, она уже была красная. Это значит день неблагоприятный для стрижек. Сейчас почитаем, почему неблагоприятный. Крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос. Она сделает их жёстче и гуще. Также стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом. Как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому не стоит начинать стрижку сегодня. День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями. Если постричься в ненужный день, то стрижка будет неудачная. И даже могут быть неудачными все остальные дела. Если вам понравилось мое видео и было для вас полезным, ставьте лайк. Это очень мне поможет в развитии моего канала. Ну а если у вас будут вопросы, я жду обязательно ваши комментарии. А сейчас всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!